Сильнейшие борцы всего мира начали поединки чемпионата планеты по самбу, которые проходят в Ташкенте. Столичный спорткомплекс Джар переполнен любителями этого вида спорта. Здесь царит дух соперничества и борьбы. За победу в чемпионате, организованном Министерством по делам культуры и спорта, Федерации самбу Узбекистана при содействии Международной любительской федерации самбу, борются около 500 спортсменов из 40 с лишним стран мира. Торжественное открытие чемпионата стало яркой, нотой программы первого дня состязаний. Представление с использованием восточного колорита оставило большое впечатление у болельщиков, судей, спортсменов, а также у представителей различных национальных федераций. Взрослый чемпионат мира проводится впервые. И я думаю, что это заслуга наших спортсменов, нашего узбекского спорта. Это большая честь для нас. И думаю, что самба в нашей стране будет развиваться и дальше. Это очень зрелищный, красивый, настоящий мужской вид спорта, который, я надеюсь, в ближайшем будет, чем войдет в программу Олимпийских игр. В первой половине дня чемпионата состоялись схватки отборочного этапа в девяти весовых категориях у женщин и у мужчин, после чего определились участники финальных боев. Если говорить о чемпионатах, я, во-первых, очень благодарен Международной федерации самбо, Всероссийской федерации самбо и тем федерациям, которые принимали участие в организации. Вот сегодня мы вместе проводим, я не побоюсь этого слова, вместе с Фондом поддержки и развития самбо, вместе с ФИАС мы проводим этот прекрасный праздник. И очень хочется, чтобы такие чемпионаты нам доверяли еще проводить. Каждый поединок первого дня чемпионата был непримиримым и богат красивыми элементами самбо. Что касается результатов, то финальную часть в основном пробились спортсмены из России, Белоруссии и Казахстана. Первую золотую медаль российской команде принесла Ирина Громова весовой категории до 64 килограмм. В финальной схватке она смогла одолеть болгарку Ваню Иванову. Вслед за ней еще одну золотую медаль в копилку сборной России внесла Светлана Галянт, которая вышла на ковер в весе до 72 килограмм. В решающем поединке ей противостояла самбистка из Казахстана Алия Джилкебаева. Я очень рада. И рада то, что на моем пути встретились достойные мне соперники. И я также с достоинством их обошла. Ну и спасибо Узбекистану. Это для меня является счастливой страной. Потому что какое-то время назад был чемпионат мира среди звездного самбо, и я его тоже выиграла. Среди женщин в самой тяжелой весовой категории за чемпионство уже в 11 раз боролась россиянка Ирина Родина. Она в нелегком противостоянии одолела свою тезку белорусскую Ирину Ладовскую. В этой же категории, но на этот раз в соревнованиях среди мужчин золотой медали удостоился Виталий Минаков. Борец, который олицетворяет в своем образе настоящего русского богатыря, не оставил шансов сопернику из Болгарии Ивану Итееву. В моей карьере третий чемпионат мира, слава богу, он оказался таким же удачным, как и предыдущий. Я очень на это надеялся. И все родные и близкие дома ждут от меня только золото. Слава Всевышнему, что так получилось, что я выиграл. Также в других весовых категориях на первую ступень пьедестала смогли подняться Ашот Данилян из Армении, Эльчин Маилов из Азербайджана, болгарка Калина Стефанова и представительница монгольской сборной Уран-Цецек Манхбат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова